Природа вокруг нас удивительна и разнообразна. При изучении многообразия и закономерности развития природы формируется внутренняя картина мира и ребенок определяет свое место в нем. Один из основных методов познания окружающего мира это исследование. Подростки учатся бережному отношению к живым организмам, пониманию ценности жизни во всех ее проявлениях, осознают хрупкость взаимосвязей в природе, задумываются над тем, что они сами могут сделать для ее сохранения. Меня зовут Жарова Дарья Алексеевна, я педагог дополнительного образования естественно-научной направленности Дворца детского творчества Выборгского района. Свой путь исследователя в 12 лет я начала в этих же стенах. С первых занятий меня увлекло изучение природы, приготовив свой первый временный препарат и взглянув на живые объекты в микроскопе, погрузилась в этот удивительный мир познания. На протяжении пяти лет я ездила в детские исследовательские экспедиции, писала научные работы, с которыми участвовала в различных конференциях и олимпиадах. Экспедиции стали одним из самых ярких событий в жизни. Я не только изучала природу, а также занималась природоохранной деятельностью. В современном, быстро меняющемся обществе человеку важно развивать в себе самостоятельность, стремление непрерывно продолжать свое обучение, способность быстро находить оптимальные решения в вопросах из самых разных областей знаний. Развитие этих качеств определяет способность человека к выбору его дальнейшего жизненного пути. Так и я определила свой жизненный путь благодаря своим педагогам. Мне захотелось рассказать детям об этом удивительном научном мире. Образование я получила в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена на факультете биологии, где сейчас продолжаю обучение магистратуре. Во время учебы в ВУЗе меня интересовала организационная деятельность. С первого курса я вступила в студенческое научное общество, в дальнейшем стала его председателем и главой научного комитета студенческого совета. В результате я научилась организовывать научные мероприятия, что очень помогает мне в образовательном процессе. Вместе с учебой я занималась научно-исследовательской деятельностью в Ботаническом институте имени Комарова в лаборатории молекулярной и экологической физиологии. Меня научили различным современным научным методам. Я познала изнутри процесс обоснования и систематизации объективных знаний. Мне довелось побывать в разных городах на конференциях и общаться с представителями научного сообщества. С этим обширным багажом знаний я пришла к своей детской мечте, стала педагогом и теперь делюсь своими знаниями и опытами с ребятами. Программа «Зоолог-исследователь», по которой я работаю, ориентированная на подростков и предполагает углубленный уровень освоения. Для меня важно, чтобы дети получали представления о предмете науки. Моя программа включает индивидуальную и коллективную исследовательскую работу, подготовку к публичным мероприятиям и деятельности в полевых условиях походов и экспедиции. Благодаря такой организации у детей формируются универсальные знания и навыки, развиваются умения работать в коллективе. В организации учебно-воспитательного процесса я использую здоровье сберегающей и мультимедийной технологии. Занятия проходят не только в учебных кабинетах, но и на выездах в различные районы Ленинградской области. Дети учатся пользоваться лабораторным и полевым оборудованием, высечают экологические экскурсии, музеи, участвуют в конкурсах. Мне посчастливилось с детских лет быть частью большого и дружного коллектива лаборатория полевой экологии Биосоюз. Сейчас в роли педагога я помогаю детям познать научную деятельность и развить себя как личность, а они в свою очередь помогают мне освоить еще одну важную науку – педагогику. Для меня ценно, что в профессии я могу осознать и умело использовать собственные резервы, грамотно определять перспективы самоопределения и самопродвижения. Это способствует развитию педагогического мастерства, помогает мне определить успешную траекторию профессионального роста.